Вот, пожалуйста. По поводу сроков. Ну, во-первых, нужно понять, для чего эта передышка нужна. Наша позиция, в общем-то, военно-совета партии Народный фронт, как раз сходится во мнениях. То есть нам необходимо действительно... А у вас там военные эксперты все собрались? Там очень интересная ситуация, потому что, как военные эксперты, причем в том числе... Почему вы такие разумные, не сбей, что это в Народном фронте, да у вас, премьер-министр, не сбей, что это бюджет для армии? Вы его не сбей, что это реально. А зачем, подождите? Знаете, сколько дней? Я закончил. Это не я сказала. У Минобороны нет денег? У Министерства обороны нет денег на счетах? Нет, давайте, Наташа, очень важный вопрос подняла. Давайте, я дослушаю. Ваше, який я глубоким военно-экспертом, вы, напевно, его знаете. Так вот, он сегодня вышел на одном популярном сайте его блог, где он написал. Той проект бюджета, который предлагает ваш Народный фронт на челе с Яценюком, это бюджет для бедной страны, которая собирается жить в мирный час. Но никто на мирный час не гарантует. Поэтому давайте говорить и про это. Какая потребность вооруженных сил? Какая потребность в деньгах? Я вам сказала, что я не официант, я послала себе эту потребность, но она должна... Но то, что эта сумма должна быть увеличена, это факт. Что проект бюджета, подготовленный вашим премьер-міністром, тобто вашим кандидатом и нашим премьер-міністром, не витримует критики. Він для страны, которая не собирается воевать.